Приветствую вас. Я, честно говоря, не очень понял, какие отношения у вас с молодым человеком сейчас. То есть, ну вы вот после этой истории с его почти девушкой и того, что вы не захотели слушать его, вы общаетесь ли до сих пор или нет? То есть, если да, то как, с учетом того, что вы не захотели его слушать? То есть, эта история, эта ситуация, она, ну, не совсем ясна здесь. И, на мой взгляд, сначала это нужно прояснить. То есть, я не очень понял, вот, за что он перед вами извинялся, почему вы не захотели его слушать. То есть, это как-то вот не совсем, не совсем понятно. Дальше вы спрашиваете нас о том, стоит ли узнавать, общаясь с этой девушкой, а зачем? Зачем? Узнавать, чтобы что? Для чего? Есть ощущение, что вы вот не уверены в себе, ну, есть такое ощущение, по крайней мере, у меня, что вы в себе очень сильно не уверены. И вот эту вот неуверенность вы пытаетесь скомпенсировать, собственно, вопросы. Ну, нужно понимать, что вопросы не позволят вам почувствовать себя увереннее. Потому что это зависимость от другого человека, это зависимость от того, что он скажет, это зависимость от того, что он говорит вам. И, ну, в этом нет ничего, сколько-нибудь такого, что могло бы вас сделать увереннее в себе. Уверенность в себе, она достигается за счет опоры на себя, на свои чувства, на свои переживания, на свои эмоции, на свои желания, но не на других людей и не на то, что говорят вам другие люди. Поэтому здесь вы выбрали немножко не тот путь. Дальше, вы спрашиваете, как правильно поступать в этой ситуации. Я с уверенностью могу сказать, что правильно поступить нельзя, потому что правильного решения нет. Ну, вы выстроили изначально отношения с молодым человеком по принципу только интим, и мне не очень понятно, откуда у вас этот стыд. То есть, почему вам стыдно за то, что вы делаете? Такое у меня сложилось ощущение, что вы испытываете стыд. Вы испытываете стыд за то, что с молодым человеком находитесь или находились в отношениях только интим. Понимаете? И, соответственно, это очень важно. Очень важно понять, как вы сами относитесь к тому, что вы делаете. Дальше, вы говорите о том, что отношения были 7 лет, они, соответственно, закончились, вы хотели побыть одна. Ну, 7 лет отношений это достаточно большой срок, я бы сказал. И очень важно понять, почему они закончились, как вы это пережили, пережили ли. Вот. И ваше желание побыть одной и побыть в отношениях по факту без обязательств, оно вполне нормально, оно вполне естественно и понятно. И молодой человек, он, в общем-то, либо не знал о вашей ситуации, потому что вы мне не рассказали, либо он представляет какие-то свои цели в обход того, что хочется, ну, того, что хотите, того, что актуально вам. Это тоже нужно выяснить. Выяснить. Когда вы заговорили про то, что захотели большего, ну, вот, когда вы пишите, что вы поняли, что захотели большего, чего именно большего так не нужно выяснить, чего именно большего вы захотели. И как на это повлиял тот факт, что появилась другая девочка. То есть это вселило вас неверно себе. Это вызвало страх у вас. Некий. Обиду. Ревность. Вот это вот такие негативные достаточно рэкетные чувства, на которые, я думаю, стоит обратить внимание. Собственно, вследствие чего у вас и возникло недопонимание с молодым человеком. Вы говорите, что я, с одной стороны, понимаю, что общение выстроило, по принципу, только интим, да, но с другой стороны, вот, хочу попробовать на новый уровень вывести. Ну, так и выводите. Выводите, если хотите, выводите на новый уровень отношений, кто вам не даёт. Только не нужно оглядываться на других людей, на других девочек, потому что они будут всегда. Вот то, что вам нужно понять, это то, что девочки другие будут всегда. И это нормально, опять же. Это просто нормально. Поэтому, если у вас действительно есть чувства к молодому человеку, опять же, очень важно понять, чего больше вы хотите. Если у вас привели чувства к молодому человеку, то какие они, эти чувства? И чувствовали это действительно, и к нему, или вы чего-то для себя хотите. Это тоже очень важно. Поэтому, вот, в данных аспектах нужно разобраться, разобраться так, чтобы и вам было понятно, что происходит, и молодому человеку, чтобы было понятно, что происходит тоже. Примерно так. А вы пытаетесь, вы пытаетесь правильно поступить. Ну, в этом вы, к сожалению, потерпите неудачу, потому что правильно поступить невозможно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.